С приходом солнца в сердцах россиян вселяется настоящее счастье. Появляются улыбки на лицах и становится даже легче жить. Но есть и обратная сторона медали. Люди выходят на пляжи и в парки, чтобы получить заветный красивый загар. Незнание базовых правил безопасного принятия солнечных ванн приводит к ожогам. Это в лучшем случае. В худшем – к онкологии. Под воздействием определенной длины волны ультрафиолета в коже начинают вырабатываться не только здоровые клетки, но и начинают происходить мутации в клеточках. И начинается рост нового клона атипичных, отличных от здоровых клеток. Это так называемые меланоцитарные клеточки. Меланоцитарные клетки дают рост одной из самых злокачественных опухолей – меланоме. Ультрафиолетовые излучения типа Б и типа А считаются самыми опасными и провоцирующими риск развития данного заболевания. Оксана Маслова напоминает, про правила загара в солярии тоже следует помнить. Время экспозиции в солярии тоже имеет значение. Если это 2-3 минуты, то это полезно в дозированном количестве. Если это пребывание 30 минут до красной поджарки, когда возникают ожоги на коже, то это уже вредно. Природный антидепрессант может стать как источником витамина D, так и источником бед. Поэтому важно помнить несколько правил. Загорать стоит с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера. Максимальное время на солнце – 2 часа. Чтобы загар был ровным, менять положение каждые 10 минут. В зависимости от типа кожи следует подобрать соответствующий крем для загара и не забывать его обновлять во время инсоляции через каждые 4 захода в воду. Если все-таки солнечный ожог случился, то сразу же применить специальные средства и обязательно посещать дерматолога и онколога ежегодно. Загар должен быть не только красивым, но и полезным.